Добренькая утречка, ну боже, почему так светло? Сегодня очень насыщенный день, я вас решила в него с собой вас взять. Я с утра плохо соображаю. За окном еще темнота, а вставать уже надо. Очень вовремя вылезла простуда, спасибо большое. После прочтения одной книги, очень-очень-очень хорошей и полезной каждой девушке и женщине, я считаю, я ее где-нибудь напишу сейчас на экране. Я начала спать в темной маске, потому что узнала, что потрясающий гормон мелатонин вырабатывается только в темноте. И даже наши фонари из окон мешают выработке мелатонина. И только в определенное время суток, точнее вечера, ночи. В общем, до часу ночи. Поэтому те, кто ложатся после, множество проблем со здоровьем могут иметь. Цветочки. Кстати, вот та самая змея, про которую я вам говорила. Это подушка, которая очень-очень удобная. Например, вот лежишь здесь, перевалишься на один бок и зажимаешь вот эту часть между ног. Очень удобно. Еще у меня есть маленькая подушечка, я ее подкладываю иногда под голову или под спину. Ну, а мы с вами пойдем умываться. Зубами с утра у меня, в принципе, все по-старому. Утро у меня облегченная программа без всяких нитей. Это просто зубная щетка и вот такой скребок для языка, чтобы все бактерии с ночи ушли. И протираю лицо тоником, потому что после ночи кажется, что наша кожа чистенькая и на ней ничего нет. Но, конечно же, это не так. Наша кожа хорошо ночью поработала. И результаты этой работы у нас остались на лице в виде мертвых клеток, в виде кожного сала. И нам от этого нужно избавиться. Я очень люблю наносить патчи под глаза, пока я делаю завтрак. Вот так они у меня выглядят. Алоэ. Давайте уберем лишние волосы. За окном уже, кстати, светает. Вот так выглядят эти патчи. Они лежат в таком насыщенном растворе. Гелевые. И пока я буду делать один из моих любимых завтраков. Грех не показать, раз я снимаю блог. Они хорошо поработают. И взгляд станет уже заметно свежее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот это я называю еда богов. Мы сами, конечно, завтраком вместе с Денисом. Но сегодня для экономии времени я решила вам, так как я все-таки снимаю, это занимает уже какое-то количество времени, вам показать отдельно мой завтрак. И сейчас буду делать завтрак Денису. Он в душе, потому что до этого он бегал. Он, кстати, такой молодец. Он бегает всегда, каждый день, при любой погоде. Я раньше с ним тоже бегала, конечно, когда была не беременна. И когда было тепло. Сейчас бы я не пошла бегать. Но он молодец. Что еще особенного из моего завтрака? Это вот это. Завтрак составляющая. Витаминки, которые я сейчас начала пить. Некоторые пью уже с начала беременности. Это ни в коем случае не показание к применению, так сказать. Потому что все витамины выписываются именно исходя из ваших анализов, исходя из географического местоположения, где вы живете. Допустим, у меня это Урал. У меня здесь йода вообще как бы нет. Поэтому мне нужно пить йод. 100%. Также это фолиевая кислота, которую я начала пить еще до беременности. И омега-3. И еще кальций Д3 не комет. Вместе с едой я уже давным-давно не пью, поэтому ничего у меня нет. Ни чая, ни кофе. Но так как эти витамины нужно принимать именно после еды и запивать, разумеется, водой, то воду я немножечко пью после завтрака. А так стараюсь разделять эти вещи, вода и еда. И каждое утро я пишу список дел на день, чтобы ничего не забыть. И сегодня мне нужно собраться в зал, снять видео о 10 бьюти-ошибках. Вы, кстати, его уже посмотрели. Заснять вступление для бьюти-дня. Вы это видео тоже посмотрели. Снять озвучку, постирать белье. Куда без домашних дел. Сделать фото для поста. Смонтировать видео о бьюти-дне. Купить бандаж и дутики. Итак, что нужно на тренировку? Вода, леггинсы, футболка, носки, рюкзак. Я даже вам не сказала, какая тренировка. Я хожу сейчас на фитнес-йогу для беременных и в бассейн для беременных. Сегодня у меня первое занятие именно фитнеса. И, по-моему, там нельзя снимать. По-моему, там даже написано табличка, знаете, перед входом видеосъемка запрещена. Я буду просить что-нибудь изнять. Хей! Я уже дома и уже сняла видео. И еще вступление к другому видео. Очень продуктивно прошли мои предыдущие два часа. Дело в том, что моя камера, на которой я снимаю влог, решила разрядиться. Поэтому я ее немножечко поставила на подзарядку. И из того, что вы пропустили, это моя тренировка. Ну, собственно, я ее немножечко поснимала. Также мы уже пообедали с Денисом. И вот я пришла домой и записала видео. Видите, какой у меня сзади миленький фон. Но на самом деле, на самом деле, я убираю все сзади, чтобы это не мешало. Типа у меня так всегда. Типа у меня здесь чистота, красиво, все такое. А теперь смотрите, что происходит на моем диване. Вот такая жизнь. Вот это все пришлось убрать. Вот так вот выглядит моя конструкция, когда я снимаю здесь свет. Даже если я снимаю днем, для идеального света я ставлю кольцевое освещение. Также камера. Вот с таким большим объективом. На себя я налепляю вот такую вот рацию. И чувствую себя каким-то агентом. Но на самом деле это просто петличный микрофон, чтобы провод не тянулся, чтобы провод мне не мешал. Я вот такую беспроводную использую петличку. Обычно здесь пишется мой сценарий, лежит телефон и красивый фон. Кстати, хотела показать вам одну такую штуку под названием ксилитол. Я думаю, вы знаете, что такое ксилит, если смотрите внимательно мои видео. Но на всякий случай еще раз расскажу, это очень полезная штука для зубов. Если видите где-нибудь жвачки с ксилитом, зубные пасты с ксилитом, леденцы с ксилитом, то обязательно покупайте. Потому что ксилит это так называемый древесный сахар, который не могут есть наши бактерии, которые во рту живут. Поэтому после еды я всегда либо жую жвачку с ксилитом, либо просасываю леденцы с ксилитом. Вот такую жвачку я не знаю, где купить у нас в России, если честно. Но что меня удивило, что в Таиланде в каждом супермаркете они продаются просто как у нас с Орбит, еще и дешевле. Поэтому если вы поедете в Таиланд или у вас друзья поедут в Таиланд, то попросите их купить. Они реально недорогие. Я купила у себя пачек 20. У меня еще из важных дел два магазина. Озвучка видео, монтаж видео. И на самом деле еще всего лишь 3 часа дня, поэтому я думаю, все, я успею. Знаете, еще что покажу вам? Очень классную книгу. Книга называется «Энциклопедия беременности». Там очень много полезной информации, но больше всего я там люблю читать маленькие отрывочки под ту неделю, на которой я сейчас нахожусь. Например, сейчас у меня 28 неделя, поэтому можно прочитать, что происходит с малышом прямо сейчас. Пойдемте. Вот она, моя хорошая, самая большая. Ваша библия беременности. Вот, 28. Ого, целый разворот. Длина ребенка примерно 25 сантиметров. Его вес примерно килограмм 100. В 28 неделе ребенок становится толще и округлее. Ребенку нравится слушать ваш голос, поэтому говорите с ним. На следующей неделе начнется третий триместр, когда основной задачей ребенка станет набор веса. Вот так вот мы выглядим примерно. Боже мой, я реально до сих пор немножко не верю, потому что это такое необычное ощущение, что внутри тебя целый вот такой вот комочек. А я вижу в зеркале просто живот. Понимаете? И все. Ну что я вам скажу? Я вам скажу, что я молодец. Молодец я потому, что сделала кучу важных моментов. На самом деле не так уж кучу, но одно большое дело, это тантаж видео. Надо смазать губы бальзамом. Ммм, какая же ароматная штучка. Кстати, в этом видео, если досмотрите до конца, я разыгрываю такой бальзам. И, секундочку, вот такую маску для лица от Double Bear. Это такая трехступенчатая маска. Сегодня вечером тоже сделаю подобную маску. Вот такой вот тандем я разыграю в сегодняшнем видео. Так что смотрите до конца, чтобы узнать условия. И еще хотела вам показать одну штучку. Я на самом деле сейчас должна уже вызывать такси. И мы с вами поедем за покупочками моими беременященскими. Очень важно эти покупки осуществить сегодня, потому что уже завтра мы уже в Челябинск. А у меня уже немножечко ломит спинку. И я нуждаюсь в бандаже. Бандаж это такая штука для беременных, которая поддерживает спину, мышцы спины. Потому что в этот момент уже животик становится большим. И еще мне нужно купить дутики. Это такие сапоги, которые я буду надевать, надеюсь. Не так, как сейчас свои ботинки. Которые на шнуровке. Это просто очень долго, очень мучительно. И мешает живот. Поэтому я хочу дутики. Это просто ботинки, знаете, такие для бабушек, для детей. Которые надеваются одной рукой, ногой, неважно. Что я вам хотела показать еще из прикольных беременященских штук. Это вот такой дневничок. Куда можно записывать понедельно, так сказать. Что с тобой происходит. Какие-то новые ощущения. И тут, собственно, тебе сам дневник помогает. То есть он постоянно определяет тему. Например, в клей сюда снимок уди. Или там 16 неделя. Обычно вот такие вот ощущения. Очень классная штука. Я даже думаю, что когда рожу. Это такое слово, такая фраза вообще. Рожу. Что возможно после родов я сниму видео, где читаю свой дневник беременности. Представляете, все 9 месяцев понедельно. Но, конечно, я буду выбирать что-то самое интересное. Посмотрите, какая у меня милая закладочка. Это ангелочек. И знаете, как я его заполняю? Впервые в жизни вообще я использую наклейки. Я никогда не использовала наклейки. Считала, что это какая-то детская игра. Мне вообще не хотелось никогда купить наклейки. Клеить наклейки. Но я просто не находила красивых наклейок. Вот посмотрите, какая милота. Или вот это. Ну что, поехали за моими беременящими штучками. Кстати. Нет, все. Я больше не буду говорить. Я очень много говорю. И влог получится 25 минут. Так, первая покупка в списке у нас осуществлена. Вот так выглядит этот бандаж. Он дородовый и послеродовый. Едем за сапогами. Поздравьте меня. Я добралась до дома. Я довольно счастлива, что наконец-то моя спина будет поддерживаться бандажом. То я буду надевать ботинки за два счета. Сейчас подожду Дениса. Мы поужинаем. А пока что на самом деле можно снять макияж и вместе с вами нанести ту потрясающую масочку. И, наверное, уже все. Пойдем спать. Итак, для начала, конечно же, снимем вот это вот все. Маленький лайфхак по ходу дела. Не трите ваши глаза, прежде чем не подержите ватный диск, промоченный мицелляркой, просто на ресницах. То есть подержите немножечко. Пусть мицеллярка пропитает, так сказать, ресницы. Подействует. И затем уже начните тереть. И то тереть сильно-то не придется, потому что на самом деле так мицеллярка намного лучше работает. Итак, наша маска разделена на три части. Step 1, Step 2 and Step 3. Они вот так вот, по-моему, разделяются безобидно друг от друга. И можно все по порядку делать. После навесения маски образуется пена, которая насыщает кожу кислородом. Отставьте маску на одну-три минуты. Ее можно было наносить прямо на макияж, потому что она еще и очищающая. Можно было на макияж нанести и потом эту маску вместе с макияжем снять. Достаем эту интересную маску. Выглядит она как обычная тканевая. Я уже, когда провожу, вижу пену. Ну все, я сижу три минуты. Ну что, пойду я смывать свою маску. Она уже прямо хорошо так превратилась в пену. И похожа на облачко привидения. Переходим ко второму шагу. Мне нравится, что они друг от друга все отделяются. Шаги. Второй шаг – это тоже тканевая маска. Ее нужно будет держать аж 20-30 минут. А нет, она не тканевая. Посмотрите, какого она шикарного цвета. Очень круто, что у нее такая тягучая консистенция, потому что она не падает с кисточки. Знаете, если честно, камера не передает этот обалденный цвет. Это очень красиво в жизни смотрится. Это прямо, знаете, какой-то космос на лице. Я так буду сидеть 20-30 минут, мне кажется. Создатели этой маски очень правильно сделали. Так что нужно сидеть с ней 20-30 минут. Потому что первое время ты любуешься собой. Потом ты обязательно захочешь сделать фотографию или истории в Инстаграм. И так и пройдут 20 минут. Кстати, можно пока что на губы нанести бальзам. Ну и давайте к условиям конкурса. Итак, чтобы выиграть этот супер-классный комплект, это бальзамчик для губ, который у вас не закончится никогда. Потому что его здесь реально очень много, а требуется на губы его немножко. И он очень круто увлажняет, безумно вкусно пахнет. И вот такая же, как моя сейчас маска, только розовая. Тоже трехступенчатая. И также записочка от меня лично тебе. Первое, это подписка на мой канал. Второе, это подписаться на мой Инстаграм. Ник будет вот здесь вот и в описании. И в-третьих, напиши в комментариях, почему именно тебе должен достаться этот милый комплект. Также в комментариях не забудь оставить свой ник Инстаграм, чтобы мы с тобой могли связаться в случае, если именно ты станешь победительницей. А моя маска, если честно, застывает потихонечку, поэтому мне становится странно и тяжело говорить. Поэтому встретимся с вами уже на третьем шаге, когда я сниму эту маску. Вот здесь вот самая такая, знаете, чувствительная зона. Здесь вообще нормально. Вот такая вот я красотка. Сейчас третьим шагом мы как раз уберем остатки маски. Здесь у нас какой-то, знаете, такой пропитанный лосьоном ватный диск. Мне понравилась маска, знаете, особенно, когда у тебя есть время, когда ты не один дома, а с подругой, например, там на ночевке. Мне кажется, это вообще прикольно. Ну, то есть не тогда, когда у тебя мало времени, и ты такой быстренько хочешь освежиться. Фух, ну что, девочки, у меня уход лица подошел к концу. Осталось, собственно, самое неинтересное, то, что я вам уже показывала несколько раз. Это чистка зубов в несколько этапов, щетка, монопучок, ёршик, нить, зубная нить, ополаскиватель. Также нужно принять душ, намазаться кокосовым маслом. Так что я снимаю свою штучку, расслабляю кожу головы и иду в ванную. Ну, я надеюсь, что вам понравился этот влог. Он, наверное, получился очень долгим, потому что я снимала ее очень много. Улыбайтесь чаще, красотки. Я вас очень сильно люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok